Юрловская голосистая порода курортов Юрловская голосистая порода кур – одна из древнейших мерзеичных групп. Разновидность появилась в результате скрещивания местной и бойцовской породы. На это указывает и внешний вид, а именно развитая надбровная дуга, необычная бойцовская осанка и слегка приподнятое туловище на длинных высоких ногах. Порода выведена для ценителей птиц со звонким голосом. История создания Юрловские голосистые куры относятся к отечественным птицам, имеющим бойцовский характер. Появились первые единицы в XIX веке. При формировании данного вида специально отбирали петухов с сильными протяжными голосами. Юрловские петухи нередко участвовали в боях. Победителем считалась выжившая особь, второго участника обычно отправляли на мясо. Птицы отличаются от остальных вкусовыми качествами – большим размером туши и несением вкусных питательных яиц. Юрловские куры – тип, выведенные на территории нескольких областей – Орловской, Воронежской и Курской трудом отечественных селекционеров. Названа птица от названия села, в котором было выведено первые экземпляры Юрлова. Благодаря наличию умения громко и длительно петь их прозвали голосистыми. К тому же при отборе петухов наличие сильного протяжного голоса – характеристика, имеющая основное значение. Каждый фермер, имеющий у себя петухов этого вида, ждал с нетерпением, когда они запоют. При продаже живых голов цена варьировалась именно в зависимости от качества голоса. Описание и характеристика. Для лучшего понимания, что собой представляют юрловские куры, описание породы рассмотрено далее. Для представителей вида характерными считаются большое тело и крупный увесистый скелет. Длинные, мощные ноги и приподнятые туловища указывают на бойцовские корни, сильнее выделяются у особей мужской части. Птицы обладают широкой головой с закругленным затылком. Юрловская голосистая в большей мере гребня в виде листа, но могут быть ореховидной или розовидной формы. Птицы имеют статный, горделивый вид, чему сопутствуют выраженные надбровные дуги. Клюв, опущенный вниз, имеет изогнутую форму, небольшую длину, желтоватый по цвету. Привлекает внимание пушистый хвост, расположенный почти прямо по отношению к спине, небольшого размера, слегка схож с беличем. Цвет оперения может меняться от темного к серебристому, либо бы темного желтого цвета с красными пятнами. В прямой зависимости от цвета оперения находится цветовая гамма глаз и может варьироваться от оранжевого к коричневому. Живым весом юрловские породы кур могут достигать 7 кг для петухов и 4-5 кг для куриц. Для молодых особей эти показатели ниже 3-3,5 кг, для представителей мужского пола и 2,5 кг для курочек. Такой куриный вес характерен для 5-месячных особей. Также весовые показатели и окрас могут отличаться в зависимости от линии разведения. Независимо от пола, представителям рода свойственны длинные шеи с выделяющимся загривком, широкая грудь и плечи, выделяющиеся впереди. Мочки на ушах красного цвета. Тело слегка вытянуто по вертикали. Позднее созревание и породный признак. Первые яйца у несушек появляются по достижению возраста 8-9 месяцев. Главной гордостью вида считаются яйца кремового цвета и необычно большого размера, покрытые крепкой скорлупой. Большая их часть весит около 80 г. Отдельные единицы дотягивают до 100 г. Годовая плодовитость одной несушки с первого несения до 160 штатов. Далее этот показатель вырастает до 180 яиц. Обеспечив курей теплым помещением можно продлить яйценоскость в зимний период. Юрловская голосистая хорошая несушка яйца породы ценят за высокий инкубационный показатель. С одной закладки можно ожидать до 80% вывода. Выживает около 90% цыплят, 100% достигает зрелости при правильно обеспеченном содержании. Некоторые куры обладают неподавленным инстинктом высиживания потомства, что с успехом используется фермерами, чтобы выводить суточных птенчиков. Юрловский вид куриц популярен благодаря неприхотливости в уходе и питании, а также за высокие качественные и вкусовые показатели мясной продукции. Особенности выращивания Голосистая порода берется за основу, если выводить новый отечественный вид птиц. В нынешнее время разведением курей этого вида занимаются только частные фермерские хозяйства и не специализированные птицефабрики. Таким образом поддерживается ценный генетический резерв. Юрловские куры считаются отличными производителями. Яйцы часто разводятся для мяса, при этом не являются породой, подходящей для промышленности. Причины, по которым порода не используется для промышленных целей, кроются в особенностях бойцовские корни. Точно неизвестно, какие породы использовались для селекции птенцов, но о том, что бойцы также вошли в состав, говорят строение тела и внешний вид. К тому же петухи склонны к боям с представителями других видов. Это затрудняет их выращивание в условиях ферм. Фермеры несут большие потери на раненых птицах. Это касается даже цыплят. С месячного возраста птенцы начинают конфликтовать. Лучше всего юрловских голосистых растить отдельными группами в вольерах, не изменяя состав их жителей. Необходимость комплектования семей. Комплектуя данную породу в семье, необходимо отобрать одного петуха и от 10 до 20 куриц, ориентируясь на активность мужских особей. Крайне редко рекомендуется отсадить производителя, пуская его в вольер только на вечер. Стоит обеспечить каждому семейству отдельный уголок. Проблема здесь кроется в большой массе петухов и острых шпурах, что вредят несушкам. Нередко несушки второго года нуждаются в обработке раны даже в их сшивании и кормлении. На первый взгляд птицы постоянно голодные. Поэтому корма им нужно существенно больше и требования к питанию намного выше. Особо важно контролировать качество пищи в это переходной период от цыпленка к подростку. В это время птенцы активно растут и развиваются. Необходимо увеличивать дозу потребляемого белка вдвое. На зимнее время предусмотрено разнообразие овощей. Обязательно необходимы белковые примеси мука и страв. Кормить птицу нужно учитывая тот факт, что они быстро набирают вес. На летнее время дневную норму можно уменьшить. Обязательными считаются витамины и минеральные добавки. Особенности выведения породы. В названии раскрыто основное предназначение выведенного вида. Длительный период работы по выведению породы заключался в отборе единиц с длительным и увлекательным пиением. О промышленно-производительной цели никто не задумывался. Поэтому, хоть представители обоих полов набирают внушительный вес, но времени на это им нужно гораздо больше, чем другим породам. В отличие от несушек с производительным показателем, голосистые куры могут нести яйца крупных размеров, но в меньшем количестве. Все это говорит о малой рентабельности мяса яичной продукции при больших расходах на кормление, секреты селекции. Примерно 50% несущихся куриц могут быть качественными наседками, выводя полноценный выводок птенцов. За летний период куры юрловской породы способны высиживать не менее двух кладок. Птенчики больших размеров, в большей мере темного окраса. Цыплята нуждаются в полноценном кормлении уже с рождения. В период развития перьевой покрытия редко и поздно появляется, что у других пород считается признаком недостаточного кормления. Затормаживают появление перьев также высокие температуры при выращивании. Цыплята очень нежны, поэтому нуждаются в контролированном освещении, полноценном и разнообразном питании, обогащенном минеральными веществами. Есть необходимость в витаминах добавках. Особенно ранимыми на генетическом уровне считаются петушки. Пара петуха и курица преимущества и недостатки. Как и другие виды домашних птиц, юрловская голосистая для раскрытия всего потенциала требует ухода правильного содержания и питания. Несмотря на особую неприхотливость, представители бойцовских родственников не переносят замкнутого и тесного пространства. Такая особенность делает невозможным обитание в клетках. Кого-то голосистые куры впечатлили, для кого-то стали разочарованием. Исходя из отзывов фермеров, выделяют такие положительные стороны массивность тела. С тушек получается много полезного мяса. Нельзя не сказать о вкусе и качестве продукта, как для бойцовского вида куры имеют неплохие показатели яйценоскости. Отдельно стоит отметить большие размеры яиц представители. Голосистая порода менее подвержена заболеваниям, не требует особых усилий в содержании и выращивании. К недостаткам относят не все несушки хотят высиживать яйца, что подходит не всем фермерам. Агрессивность, обусловленная бойцовскими предками, часто приводящая к гибели птиц. Истинное назначение селекции – звонко-чистая пения. Сегодня при разведении породы фермера не подбирают представителей по голосу. Для современных селекционеров больше интерес составляют птицы-производители, которых используют в промышленных целях. Продолжение следует...